Слышно? А щас? Щас лучше слышно? Санюш, я плохо слышу, ты пропала, Санюш. Я в контакте искала свой номер, вот что мне эти смотрела, что смотрела ещё. Ну да, а я тебя хорошо слышу, Лена. Вот, вот так я сейчас тебя хорошо слышу. А так хорошо слышишь, да? Да, у тебя голос не изменился. Я помню, я тебе приезжала, я к Тамаре мне приглашала гостя, где я была ещё на 10 лет, я поваром работала, к практику заходила. Я на коментарху, по-моему, к тебе приезжала, вы на чай поили, я помню, обращали меня. Ну да, помню, помню, как давно это было. А тебе сейчас сколько уже лет? Сколько? У нас такой разница лет есть, по-моему, ты на старше на 10 лет, по-моему, да? Ну а тебе сколько лет? 35 сейчас. А, тебе 35, да? 35 сейчас, да. А мне будет 49. 49 тебе будет, да? Ну да. Ну то, чем у меня, я думаю, что 49 у меня ещё? Ну в общем, в общем, да. Слушайте, я тоже... А как там? А когда ты у Оксаны мой номер телефона спрашивала? Ну недавно я в Питере ездила, и они у меня на квартире, где-то Яна снимает, и я с ней там встречалась. И я просто спрашивала, как там, я уже как-нибудь дела. А, квартира по номеру телефона, в котором мы с вами связались, чтобы пообщаться, буду с ней общаться. А, а на квартире на какой? То есть Яна снимает у тебя комнату в квартире? Да, там, где я прописана, там, где моя родительская квартира. А это там, где двухкомнатная, да? Да, да. Там Яна снимает комнату, Оксана туда честненько приезжает, и кто кушать, Яночки готовит, тот живёт, и они там живёт. Да, вот они там живут. Яна сейчас там проживает. Это там на Луначарского где-то, да? На Черкасово. А, ну, это Черкасово, это та квартира, которая давно была, да, где-то там? Да. А, а чего, а зачем она комнату снимает? Ну, якобы, и она с родителями сейчас жить в квартире, якобы, девочка, она взрослась, а сколько я нет? В 20-х, и вот ей хочется жить отдельно, и вот почему-то вот они к нам пришли жить. А она закончила уже? Она училась на журналиста, она этого в лесго стоит? Я у неё конкретно не спрашивала. Она учится, она уже в работе, в этом косметике. А она с нами говорит, что я, как бы, почему-то знаю сильно, что она работает, что делает такая дорогая косметика. А-а-а. А ты не спросила? А ты к ним домой приезжала или так с Оксаной общалась? Нет, я не домой съездила. Я приехала, а там Диана живёт. И сразу же Оксана приехала. Ну, вот, когда ты, когда Оксана приехала, Мне пришла, ну, как бы, я, 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 я. Верно, с операцией мне кричал, как была. «Привет, никаких душей нету, громче, где мы с вами здесь все?». «Я к всему везде». «Что-то покрыло, краном». «Она здесь взял, в петлях, где я так и не буду, и я с ним на фронтоне. Мы не пришли под ушки». «Нет, в глазах, всего нету». Диана говорит «Верно, здесь только мою, вечно твоё, здесь ничего нету». «Я говорю, что это тоже, дорогие». Диана говорит «Нет, у меня еще вещи дорожки, отважные». Вот так все произошло. «Почему на животной-пеку квартире?» было но оксанаill то есть там сказала что в принципе у сереги нормально дела что не пьют сейчас да то есть что он похудел не пьет ну как говорится как бы более-менее у них нормально там а у нее самой как у самой оксаны как дела да нет мы не общаемся мы уже сколько-то в лето я с ними не общаюсь и знаешь сколько лет а с мая 2016 года с ними не общаюсь но они стали я им тогда предложила как говорится серёге по-хорошему предложила там как говорится он стал со мной судить сон со мной судился несколько лет из-за наследства ну хотел от меня отсудить и мне по завещанию досталось пол квартиры наши вот этой в которой я живу вот ну здесь как говорится живу 30 лет вот и половина дома и участка в белоострове так что водный железнодорожный 20 до он они стали со мной судить посудились несколько лет я тогда перед тем как судиться приходил я вам сказала зачем судиться можно все очень мирно решить но он не захотел как бы не захотел а как бы и так что вот так вот сама сами виноваты не знаю в общем как-то вот а белоострове как там виктора виктор анатольевич как как а ты а ты вообще ездишь и ездишь белоостров туда ты ездишь а как ты как ты там давно не была да ты что-то хоть каждый там три года в белоострове не было то есть и как бы а а соли ты общаешься а ты не знаешь они вот этот стири то они так знакомого тогда с этим тире я знаете мы даже там гранд-атель европа но это давно давно было ездили на интернет когда из америки приехала вот да и в общем так у нее в женихах ты не знаешь они поженились с этим тире ну да я в тире я увидела первое видео я наверное давно переводила он все было сказано что а мой муж мой муж мой муж мой муж я думаю уже не знаю так как мне тут говорить что это что они официально не прописывают его слов как я просто что он якобы и загородитель целого и смерть жительства но фактически они не прописаны doctors bullshit она из себя все исполoru Take this by lying under a как на самом деле не знаю ну как я поняла чтоi просто его покрыл там ки мост они поделись без следовного он же был добраться членом 10 или 33 по Om你們 сPU сялоary у меня у него еще дев Bizhi'uit что годhead ребята ловTH Я grens Mike ru я бы не разгадрел это такой зарядок что она во спали его но они уже столько лет они уже столько лет вместе как бывает очень очень долго ну да слушай а ты сказала что ну да я помню водят и один раз приезжал когда такая была молоденькая а мне кажется что когда мамы ты тамара петровна и моя мама не стала на похороны ты что же пом туда приезжал на поминки нет ну вот это уже вспомнила я подумала что я тебя наверно всего два раза видела тогда вот 17 лет когда ты приезжала а потом я вспомнила выжжить ну да это тамара славная это тамара очень добра это тамара очень люблю она такая нестоящая женщина она всегда приходила всегда делала отбору к нам заходила всегда нас навещала всегда доброе слово ему искала это тамара вообще очень люблю всегда мне гости на 1 сентября была смена ходил в город да ну да мама вообще такая хорошая была да ну да мама вообще такая хорошая была как как-то в ковалево она в ковалево похоронена как и бабушка антонина марти антонина мартьяновна ну это мамина ну да это мамина мамина мама мамина мама ну да а у тебя как дела ты это замуж вышла ты замуж как говорится нет нет а дети детей а у ольги у ольги за эти годы я у тебя тоже несколько лет не видела а ты у оксана не спросила они так на королева в той однокомнатной так и живут на квартире она говорила что они где-то жили в однокомнице потом когда меняли была однокомнатная квартира потом они что-то ее сделали Серега сделал как звезды и то есть я не знаю адрес ее проживания не помню с ней Мортикова или Орловской не помню мне не интересовалось мне проживать я пришла на Киркас его а то есть то есть она говорила что ну вот это та квартира на королева она была на маму оформлена то есть они после этого поменяли эту квартиру то есть на какой нельзя она говорила что он менял она не знаю где ты была на Ковалева или нет а а когда а когда она 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 говорит, что ты какую-то квартиру, как что-то делаешь, но не знаю, какую адресу, не знаю, Ковалева или Ковалева, не знаю точно, как надо, надо было уточнить, начну меня спрашивать, когда надо было еще уточнить. Ну, ну, то есть, Яну ты видела недавно, да, когда приезжала там? Ну, то есть, такая же, знаете, я ее, я ее видела, ну, когда, я ее видела пару лет назад, такая высокая, высокая, стройная, симпатичная, да? Да, да, я ее сверху немножко на волосы себе отбелила, это, немножко сверху волосы светлые, белокрашенные, кончики, они такие темные, да, высокая такая, да. А замуж, замуж она не вышла, нет? Вроде нет, еще замуж вроде не вышла. А ты не спросила, как там Юра, у нее же там Яна и Юра, старший ее брат этот, стыд? Да, Юра, Юра, она два года младше, она говорит, что он уже отдельно живет, у него девушка есть, то есть, что он работает, что там вроде как самостоятельно будет. Ему приятно просила конструкцию показать, но не все, что я не нашла, как оказалось. Она говорит, что урок, вот, средний. Он же Александров, но он покрасил, она, покрасил чужой, да? Ну, да, он как бы... От первого брака. Ну, в общем, да, Серега, да, он не от первого брака, Серега его, она была беременна, когда они познакомились с Серегой много лет назад. Да, он ее взял в ребенку. Да, он ее взял беременную, она была беременна, и потом она родила, то есть, ну, он установил этого Юру, это было очень давно. Он его отец, ага, он установил, получается, его отец. Ну, получается, когда они познакомились, она была беременна, вот, когда он родился, они не были в браке, но он его на себя вроде как оформил. Он по документам, по документам Александров, Юрий, Сергеевич, вот так вот он был. Ну, по крайней мере, он ему не отец. Только по документам, а по крайней мере, он, правильно? Ну, я вообще в гражданском браке, в гражданском браке, ну, живу, в принципе, ну, как бы нормально. Живу здесь, на комендантском, в квартире. У нас в квартире, когда я переделал, все в Тамаре, да? Да, да, мы вот в этой квартире, мы тогда разменяли трех комнат, но тогда Сереге выменяли, как говорится, там, в коммуналке, две комнаты, и вот эту квартиру. Я в этой квартире так и живу. Я ее оформила по документам на себя, так что вот. А ведь, как вы, у тебя, у тебя? А что ты, что ты говоришь? А детей? Нет, детей, детей у меня нету. А с мужем с официально, да? С мужем? Ты знаешь, единственное, что, как говорится, я не знаю, я думаю, что тебе, наверное, Оксана должна была сказать, потому что я единственное, что поменяла, знаешь, как говорится, я была Александровой, Александровой Татьяной Юрьевной, вот, там, я поменяла, она тебе не сказала, что я поменяла отчество и фамилию? Да, 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 говорила, что Салманова на Салманове, да? Ну, да. Я теперь по документам, я официально поменяла, ну, официально через ЗАГС, Татьяна Салмановна Мактун Сайфуддин. Ну, знаешь, как говорится, может, потом когда-нибудь расскажу, в общем, на самом деле, ну, в общем, я, знаете, подробности, я как бы не хочу, знаете, сейчас вдаваться в подробности, ну, единственное, что, вот, ты просто спрашиваешь, как у меня дела, я подумала, что из такого какого-то, что-то, как говорится, в общем, поменяла мое, в общем, так и отчество, там, и фамилию, двойная фамилия. Ну, в общем, да, я закончила, но это было много лет назад, я юрфак, все верно, я закончила юрфак, но в воспитательстве я не работала. Я была замужем, не знаю, ты знаешь или нет, я была замужем в Америке 4 года, но это было уже давно, вот, как говорится, потом я приехала, это был 2008 год, сейчас уже очень много, очень много времени прошло. Ты знаешь, что, ты, если хочешь, если хочешь, например, я на самом деле, знаешь, у меня есть творческая студия позитивного мышления, ты можешь набрать в Яндексе или на Ютубе и посмотреть мои видео. Я снимаю, там почти каждый день видео уже, так скажем, несколько лет, ты можешь меня посмотреть на моих видео. Я, знаешь, я занимаюсь вообще позитивным мышлением с 2002 года по настоящее время. Ну, а ты, ты смотри, ты запиши, вот смотри, ты запиши, запиши мое имя, знаешь, у меня имя пишется не с мягким, не с мягким знаком, А, Татьяна, после Т буква И, а потом буква А. Смотри, вот, Татьяна, ты записала? Так, Татьяна. Так, потом пиши мое, потом пиши мое отчество. Салмановна. Салмановна. Да, Салмановна. Потом пиши по-русски, как слышится, так и пишется. Мактум. Да, Мактум. А потом еще одну мою фамилию отдельно, Сайфуддин, с двумя Д, с икратким. Вот, ты наберешь, ты наберешь это на Ютубе, на Ютубе, и тебе высветится огромное количество видео, на каждом видео я. А что у вас нравится с позитивным мышлением? Позитивное мышление, ну, знаешь, это тоже долгий, знаешь, это оппозит негативному мышлению. Вот, на самом деле, в этом огромное количество, огромное количество и роликов, в частности, знаете, позитивного мышления, ну, может быть, не так много, знаете, творческая студия, как бы эти ролики у меня вот так, я, знаете, более, так сказать, их стала заснимать где-то два месяца. Вот, а так у меня такой, знаешь, был там такой лайф-джорнал, у меня можно посмотреть, как я живу, да, там у меня эйлинг, в общем, четыре этажа, ну, в общем, там и о себе расскажу, там много всего такого интересного, там огромное количество видео. И, в частности, вот там и о позитивном мышлении посмотришь. Я посмотрю всё, всё это смотрю. Так что вот. Я очень рада была с тобой пообщаться, давно мы с ними общались, очень рада была, что у тебя всё хорошо, что ты умница, красавица, ты же моя хорошая сестра, я очень рада, что ты умеешь, что они слышали. А, знаешь, а ты, а ты, а ты, а ты где живёшь, Лена, Лена, а ты где живёшь сама-то? Я в Аскрежово работаю. А, то есть, то есть ты уехала из Петербурга в Москву, да? Да, да. А, так а что ж ты мне не сказала, знаете, про меня-то спрашиваешь, а я, мы, я тогда у дяди Вити спрашивала, у Виктора Анатольевича, он мне сказал, что ты живёшь, это было пару лет назад, когда я в Белоостров ездила, вот. Вот, он мне сказал, что ты живёшь на этом, на Марата, где Евдокия Димитриевна жила. На Марата я не сказала, я не жила, на Марата это квартира его матерей, он мне в аренду сдаёт, он в этом не жила, не радует. Да? На Марата. А-а-а. Путают. Путают, да? Понятно, на Марата я и там все сразу же жила. Я тогда приезжала, я говорю, Виктор Анатольевич, как там Лена, он говорит, она на Марата, в общем. Ну, как говорится, слушай, а как ты давно в Москве? Ну, ладно, он, как говорится, может быть, что там, это, забыл, перепутал. Как говорится, Виктор Анатольевич? Ну, нет, а он, ну, вообще, от него там, как-то, он тогда, помню, когда Юрия Анатольевича не стал, он там вещи все мои поджигал, это, сожжёг, там, в Белоострове. Там вообще все дед, он вообще там все сжёг, он там все это, он сказал, что я им один раз сказала, чтобы он не сжигал, вот. А потом он опять стал это все там, все, что там наверху было, вообще все мои детские вещи, вообще все и мамины, и Юрия Анатольевича, он все там поджигал, вот. Ну, да, и, как говорится, все там у меня... Он сказал мне, что он навёл порядок, в общем, он так странно себя повёл, поэтому это очень странно. Очень странно, очень. Я вообще этого не понимаю. Один раз, один раз я ему тогда сказала, помню, тогда на похоронах Юрия Анатольевича, я ему сказала, ну, ладно, хорошо, говорю, один раз там что-то сделали, не надо там больше ничего трогать. Вот, так он потом опять там что-то оставалось, он и там, и другой вообще, вообще там вот сжёг, вообще очень странно. Поэтому, в принципе, он такой малословный, я поняла, что, ну, с ним просто как-то вот это вот, какие-то беседы вести, если даже вот чужие вещи взял и сжёг. Ну, как такое может быть? Да, неправильно, если он по-любим к человечески, ни по-братски, ни по-братски. В общем, поэтому от него, как говорится, он немногословен, когда я у него тогда спросила, он особо ничего не сказал. Так что ты у него... Мне тоже ничего не сказал, не рассказал, не рассказал, я вообще даже ничего не знала. Я даже в инфекцию приехала, а у меня вот моих вещей тоже нет. Я говорю, где мои вещи, папа говорил, папа говорит, купе себе ноги. А я говорю, где мои старые, у меня там документы были, и мои все вещи, целая квартира, тоже, мне говорят, купе себе ноги. Ой, слушай, Лин, а... Все вещи, люди, они даже ни слова не сказали. Ой, Лин, а как там, как там ваша мама-то, как там, это как ее, Татьяна? Да, Татьяна. Она умерла. Да ты что? Полгод назад. А-а-а, да. И через полгода назад сразу я нам ехала в квартиру, где это прописано. У нас где прописано в квартире, там, и мама прописана, и я вот, и дед, и отец прописан. И они сразу туда ехали. Я говорю, сколько вы езжаете? Полгода. А, нет, полгода. Полгода езжу. А, нет, так получилось. А, нет, так получилось. И где ее похоронил Виктор Анатольевич? Я, кстати, когда приезжала в Белоостров, там, пару лет назад, я ее видела. Я была удивлена, я ее видела лет 20 назад, и она мне в окне показалась такой же, как 20 лет назад. Как показалось? Нет, ну, я ее в окно видела в Белоострове, я ее в окно видела. Она там на кровати сидела. И мне показалось, что она чисто внешне выглядит, как много лет назад, когда ее видела. Как в молодости? Я видела уже, когда она там болела, и в Белоострове была парализованная, там, ну, кровать, и она там сидела. Да. Вот. Ну, да, я тогда хотела... Ну, да, я тогда постучала в окно, и она увидела, что я стучу, и Виктора Анатольевича тогда позвала, что кто-то стучит. Ну, может быть, она меня и узнала. Она помнит тебя, она тебя хорошо помнила, хорошо тебя знала, что ей всегда приятно было, когда есть внимание, кто-то, кто-то сучит, что Маша трудно зайдет, отдает, поцелует, поцелует. Ее внимание. Она же сидела в одной комнате, и в ту гость нередко приходит, и на улицу не выходила. Ты знаешь, как ей было приятное внимание? О, да. Она всегда рада любому взгляду, любому вниманию, что ты, что ты. Она всегда тебя помнит, всегда тебя помнила, она всех помнила, что... Она всех помнила, всех-всех-всех... Ну, да, я помню... Она в одиночестве сидела в школу в комнате, обезвестная. Так, я думаю, что она всегда приятна, она всех помнит, у тебя она помнила, у тебя спрашивала, как Танечка, у тебя спрашивала, как ты с Тамарой. Она всегда вообще помнила, что ты... Я помню, как мама ей там сгущенку возила, и вообще буклеты Коновалова, там книжки Коновалова читала. Ну, моя мама, Тамара Петровна, возила ей там буклеты Коновалова. Мама, ты всегда очень ценировала, всегда была очень благодарна, всегда было приятно очень. Я здесь помоливаю, очень благодарна за это. А сколько ей было? Полгода назад ее не стало. А сколько ей было лет? 77. 77? Да. А сколько же лет Виктору Анатольевичу? А он 2 года младше ее. Я-то, знаете, как там, годы-то идут, мне уже самой столько лет. На самом деле, я считаю, Лена, с ее заболеванием, сколько она лет была парализована, без черепной коробки. Ей так в черепную коробку Виктор Анатольевич не поехал поставить, да, ну как бы в больницу? Нет, не поставила. То есть я считаю, что тогда у нее, помню, операция у нее была, на этом, как там, череп-то снимали. Вот, и с такой головой она прожила, я не знаю, там, сколько, 30 лет, больше 30 лет, да? Да. То есть я считаю, что это вообще какое-то чудо просто, то есть, ну как говорится, ну как 77 лет, это в принципе, при ее заболевании таком, это считаю, что вообще просто какое-то чудо, я, ну как бы, я так вот считаю. Нет, ей было, ей было 70 или 71 год, то есть, то есть вот так. Да, ей 71 год, то есть помада. Да, где-то, ну 71, где-то примерно 71. Я помню, я была с колядкой, колядки, как вы взяли, а которые доедали, то есть, получается, а может быть, Виктор Анатольевич, там они вот в Белоострове-то больше 25 лет жили, он может быть, из-за нее вот так вот жил столько лет? То есть он в город не перебрался, то есть так в Белоострове он там и зимует? Да, да. А ты не знаешь, знаете, у меня к тебе такой вопрос, ты не знаешь, они там вот настроили вот этих вот железных сарай, по какому году это было, ты не знаешь? Обиток же, ну, домов этих, обиток железным со всех сторон. А там, ну, там какие-то строили вот эти дома, но я давно не была, но не помню. Не помню. Ну, а примерно когда это было? Ну, то есть не помнишь, да, когда-то они строили, но ты не помнишь, да? Алло, слышно, нет? Лен, что-то звук, звук пропал или где-то куда-то пропало. Алло. Алло, Лена. Ну, алло, да, чего-то тебя было не слышно. Да, связь прервалась. Слушай, я здесь, Юра, отзыв по пороге. Кто? Да. Ты про кого спрашиваешь? А. Алло, Лен, ты про кого спрашиваешь? Алло, алло. Да, 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 я слушаю. У меня тебя слышно хорошо. А вот так все слышу, слышу. Так лучше, да? Да. Ладно, Танюша, да я рада полоте слушать. Вот я рада тебя слушать. А как ты, как ты, Лен, как ты давно в Москве-то живешь? Да я здесь работаю, мне предложили работу. И я согласилась и поехала работать. И уже привыкла здесь к работе. Вот работаете. Более, если я здесь коронавирус, он был очень сложным с работой, но не стал ничего другого искать. С этим коронавирусом очень трудно сейчас было менять работу, что-то занято искать. Работала, ты работаешь. А кем ты работаешь? Да я поваром работаю. А, поваром, да? А, у тебя же специальности, эти холодные закуски. Я помню, мама говорила, какие-то холодные закуски. Повар по холодным закускам, в общем, специалист, салаты делать. Да, я товар у меня книжки привозила, поварские покупала мне. Примерно, вы меня поздравляла на праздники, то есть покупала мне, книжки дарила мне, поварские кулинарные. Привозила мне тоже. Я помню. Ну ладно, хорошо, Лена, я тебе тоже была рада услышать. Думаю, столько лет и даже как бы не ожидала. По голосу я тебя, конечно, не особо узнала, поскольку, знаете, всего два раза. Два раза, да, получается, за все годы всего два раза тебя видела. Да. Ну ладно, в общем, счастлива тебе. Хорошо, Танюш. Очень рада была тебя услышать. Ладно, что у тебя все хорошо, что ты счастлива, что ты молодая, здоровая, крепкая. Значит, чтобы у тебя все было хорошо. Чтобы ты была радостная, счастлива, чтобы у тебя все было хорошо. А, вот, кстати, кстати, Лена, вот то, что ты мне пожелала, вот оно, позитивное мышление, в принципе, и есть. Далеко ходить не надо. Да, правильно. Да, смотри. Я сейчас поеду, обязательно, мы встретимся, пообщаемся. Ну вот, Лена, смотри, вот, радость, счастье, любовь, хорошее настроение, позитивно мыслить, вот оно и есть. А то некоторые думают, да, позитивное мышление, а что это? Вот, а на самом деле все такое, намного, все намного проще, так что вот. Да, правильно, это положительный заряд эмоций, да, правильно. Правильно. Надо ко всем ответить с добром. Да, вот, вот оно, с добром, с добром, позитивно, не с негативом, а с позитивом, так что вот. Да, я согласна с тобой, правильно. Обязательно, в сентябре буду, обязательно встретимся с тобой, обязательно пообщаемся, обнимемся, обязательно, Танюша. Ага, ну ладно, хорошо, в общем, счастливо. Давай. Ага, ну все, тебе тоже. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алло, Василий. Алло, Василий, добрый день. А, не слышно, да? Ну ладно, хорошо. Ну, кстати, нашла, нашла эту книжечку, так что вот, вы смотрите очередную мою программу о творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. Немножко это, сейчас протру, книжечку. В общем, книги, книги из моей библиотеки. Смотрите, Джозеф Мерфи «Исцеление молитвы» будем с вами изучать в рамках моей творческой студии позитивного мышления. Есть его позитивные мысли. Ну, такие вот дела. «Исцеление молитвы» и методика молитвенной терапии. Джозеф Мерфи. Джозеф Мерфи. Вот, да. «А ты богиня любви и наслаждения». Книжка, еще одна книжка. И, наверное, вот эта же книжечка, она у меня есть, это, наверное, в нескольких переводах. Может, другой переводчик. «Наука быть великим». Как бы там у меня наука быть богатым и великим, да. А здесь просто «Наука быть великим». Отдельная книжечка. Посмотрим, тот же переводчик или другой. «Деньги». «Деньги» — это «Любовь». Клаус Джоус. Такие вот дела. «Деньги» — это «Любовь». «Я наука быть великим». «Деньги». «Значит, что это деликатый?» «Наука быть великим». «Рюбовь». «Значит, что это деликатый?» «Егоて. Продолжение следует... Продолжение следует...